МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Итак, в эфире программа законодатель, который рассказывает о деятельности депутатов Законодательного собрания Иркутской области. В студии Наталья Ветрова. Здравствуйте. Чем отметилась минувшая неделя у депутатов Заксобрания? Даже во время каникул парламентарии уделяют большое внимание территориям и жителям региона. В нашем дайджесте коротко и подробно расскажем, какие события стали самыми запоминающимися. Развивать инвестиционную и предпринимательскую деятельность государственно-частное партнерство, достойную конкуренцию и создать благоприятный инвест-климат в регионе – такие ключевые цели поставили перед Инвестиционным советом при губернаторе при Ангаре. Распоряжением Игоря Кобзева в состав вошли депутаты Евгений Сарсенбаев, Антон Романов, Денис Шершнев, Евгений Бакуров и премьер Константин Зайцев. Как отмечает в своих социальных сетях член бюджетного комитета Евгений Сарсенбаев, его задачей в Совете будет содействие продуктивному рассмотрению вопросов и подготовка предложений по повышению эффективности проводимой инвестиционной политики. Земляное полотно начнут укладывать до конца года на участке трассы от Черемхова до Анота. Капитальный ремонт дороги идёт с июля на 10 километрах магистрали между деревней Ныгда и селом Нижняя Иреть. Как отмечает председатель Дорожного комитета Виктор Побойкин, дорога Черемхова-Голуметь-Анот имеет большое значение и является важной артерией для жизни и развития района. По ней перевозят сельхозпродукцию, почту, продукты и промышленные товары в местные магазины. Кроме того, по трассе проходит школьный маршрут до Голумети. Завершить капитальный ремонт дороги планируют в 2024 году. В полном соответствии с графиком продвигается ремонт в Гороховской, Уриковской и 2-й Хомутовской школах. Как реализуют федеральную программу модернизации школьных систем образования в Иркутском районе, проверила депутат ЗАГС Собрания Галина Кудрявцева. В Хомутовской школе член комиссии по контрольной деятельности ЗС пообщалась с прорабом объекта. Порадовало, что на месте работали 26 строителей, отмечает в соцсетях Галина Кудрявцева. Полностью отштукатурены второй и третий этажи, сейчас подрядчики перешли на первый. Выполнили работы по электрике, частично заменили оконные блоки, провели стяжку полов, отремонтировали отмостку здания школы. Сейчас приводят в порядок систему отопления. Единый спортивный объект для двух школ просят построить власти Черемховского района для школ села Узкий Лук и Михайловка. 1 сентября председатель законодательного собрания Александр Ведерников посетил территорию, поздравил детей с новым учебным годом. Пуском Луги – образовательное учреждение. Через два года отметят столетний юбилей. В школе есть собственный музей, работает военно-патриотический отряд «Штурм». Но всё же необходимо новое современное здание большей площади. А вот школе в Михайловке не хватает стадиона. А сейчас ученики занимаются физкультурой в спортзале и на поселковом стадионе. Эти вопросы обязательно проработают, резюмирует глава рек парламента. Мы стараемся сохранять традиции, приумножать и любим свою школу. И от этого, наверное, вот такая у нас атмосфера. У нас действительно горят своей работой, любят свою работу. И вот в этих направлениях у нас очень хорошие результаты. И ребята, у нас есть ансамбль известный лошкарей. И в спорте я уже говорил сегодня, что у нас успехи хорошие. Лучших учителей и воспитателей Устилимска в преддверии начала учебного года поощрили почётными грамотами и благодарностями. Депутаты законодательного собрания Виталий Перетолчин и Артём Лобков приняли участие в конференции педагогических работников. В зале собрались учителя и воспитатели Устилимска, которые достигли особых успехов в образовании и продолжают держать эту планку, комментирует председатель комитета по госстроительству Виталий Перетолчин. В региональном парламенте продолжают решать вопросы поддержки педагогов и развития системы образования, в частности, выделение средств на ремонт и обновление социальных учреждений. Сегодня гость нашей программы, почётный работник общего образования России, председатель комиссии по регламенту депутатской этики информационной политики и связям с общественными объединениями, депутат законодательного собрания Иркутской области Ольга Безродных. Ольга Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. Рада вас видеть в нашей студии. Начинаем с вами вновь диалоги о том, какая же работа ведётся. И вот такая сейчас основная тема, о которой говорят, мне кажется, все, это начало учебного года, почти неделя, ну, наверное, да, чуть больше, как наши дети учатся. Какие законодательные изменения произошли? Ну, вот здесь как раз можно говорить много об этом, поскольку на самом деле изменений в системе образования России происходит очень много, и все они как раз вступают в силу с нынешнего 2022-2023 учебного года. Об этом мы многое говорили с коллегами на традиционных педагогических конференциях, которые проходят в августе, в преддверии учебного года. Мне удалось принять участие в трёх из них, это Саянск, Зима, Зиминский район. К сожалению, не получилось попасть в Золаринский район, поскольку, конечно же, все, как правило, назначают это вот в один день, да, практически в один и тот же день, в одно и то же время. Но, тем не менее, проблемы, они общие, и стратегические ориентиры, которые определены, определены нашим правительством, определены президентом, они, в принципе, для всех одинаковы. Но первое, что стоит отметить, наверное, то, что понятие и термин образовательного услуга, они ушли. Они ушли не только, уходят из нашего профессионального лексикона, они ушли вообще из законодательства, и соответствующий документ подписан нашим президентом. Я, как человек, который всю жизнь работает в сфере образования, очень этому рада, потому что нельзя образование расценивать как услугу. В конце концов, школа, детский сад — это не бюро услуг каких-то, да, вот. Это гораздо больше, это очень глобально, и основная функция любой школы, любого учреждения образования — это все-таки воспитание, воспитание и затем уже обучение. Сейчас этот термин ушел, я считаю, это большим достижением. И вообще в приоритетах, наверное, стратегических нашего правительства воспитание, оно проходит красной линией. И практически, наверное, в каждой школе с 1 сентября в штатное расписание будут введены советники по воспитанию. И, наверное, кто-то их сравнивает с бывшими в советское время старшими пионервожатами. Пункция их будет заключаться не только в организации воспитательной работы, не только в организации каких-то мероприятий, внеурочной деятельности с ребятами, но и контроль за их внешкольной деятельностью, их внешкольной жизнью. Это очень важно. Важно, чтобы все-таки дети были в поле нашего внимания всегда и везде. Если не в поле родителей, то хотя бы в поле учителей. Конечно, безусловно. Что очень важно. Следующее новшество, которое я уже видела, опять-таки, находясь в округе и будучи на торжественных линейках, мне удалось в нескольких общеобразовательных учреждениях побывать, где получилось по времени. Это, конечно же, поднятие флага Российской Федерации и исполнение гимна Российской Федерации. С этой процедуры теперь будет начинаться каждая учебная неделя. То есть в понедельник поднимаем, исполняем гимн, спускаем стяг в субботу и с понедельника опять. Я считаю, это очень важно. Наверное, еще очень важным является то, что с 1 сентября начинают реализовываться обновленные федеральные государственные образовательные стандарты. Это уже с третьего поколения у нас стандартов. Первые и пятые классы уже приступают, они учатся по новым стандартам. Само собой, что введение обновленных федеральных государственных образовательных стандартов лечет за собой изменения, касающиеся учебников. То есть обновляется полностью федеральная перечень учебников. По информации министра просвещения Кравцова, 900 наименований с федерального перечня уйдут. И если вот задумано то, как я это понимаю, то по каждому предмету будет один учебник. Ольга Владимировна, если вот от такой составляющей очень серьезной, которую я наметила сейчас в работе школы, в учебной, в воспитательном направлении, все же говорить о техническом оснащении школ. Вы проехали по объектам, вы посмотрели. Вот какая готовность учреждений? Есть ли статистика, сколько в первый класс у нас пошло ребятишек? Я знаю, что она такая, на самом деле, многочисленная, давайте зрителям ее озвучим. И это хорошо, но нагрузка на, конечно, на наши учебные заведения и на школы просто продолжает быть колоссальной. Да, конечно, я и посмотрела готовность выборочно, конечно, образовательных организаций к новому учебному году, пообщалась с коллегами. Все учреждения приняты, комиссии, да, традиционно у нас в конце августа работает комиссия по приемке школ. Все школы приняты. Есть, конечно, сложности, даже в моем округе, в отдельных муниципальных образованиях, объективного характера, который связан с тем, что наша школа находится либо в состоянии строительства, да, либо в состоянии капремонта. И понятно, что когда школа в стадии строительства или капремонта, в ней не может вестись образовательный процесс, поэтому ребята этой школы рассредотачиваются по соседним. Это ведет к определенным неудобствам как для принимающей стороны, так и для тех, кого принимают. Но эти неудобства временные, они стоят того, чтобы потом прийти в совершенно обновленные стены школьные или новые школьные стены построенные, совершенно современные, замечательные условия, которые сейчас создаются. Вот у меня в таком состоянии находится город Зима в моем округе. Там продолжается строительство 10-й школы, нового здания 10-й школы. Ребята продолжают обучение в соседних школах. И в Золоринском районе там вообще интересная история, там столько всего строится и капиталится. Сейчас встала на реконструкцию среднеобщебразовательная школа поселка Золорин номер 2. В это время еще достраивается школа в поселке Бажир Золоринского района. И уже встает на капитальный ремонт основная общеобразовательная школа опять-таки в Золорях. Там, конечно, колоссальная нагрузка сейчас идет на первую школу, помните, которую отстроили заново несколько лет назад. И она сама по себе, ее наполняемость превышает ее проектную мощность со своими учениками. Сейчас дополнительно до ДОПа. Но это, конечно, все это явление временное. А в целом и в общем условия созданы хорошие. Нет ни одной непринятой школы. Более того, подготовились неплохо к новому учебному году. Действующее образовательное учреждение подремонтировались, подкрасились, облагородились. И поступило новое оборудование. В частности, по школам моего округа, дополнительно к тем, которые уже были, пришло еще 16 точек роста оборудования вот этих центров. И, по сути, уже третий год реализуется вот этот проект по точкам роста. И мы постепенно идем к тому, что у нас такая точка роста практически в каждой школе будет. Это здорово. Сколько первоклассников? Первоклассников. Но по предварительным данным, я так посмотрела, по моему округу, порядка 1700 первоклассников в силу Азапарты. И общее количество обучающихся с 1 по 11 класс 16100. Лидер здесь Саянск. Ну, самое большое количество и обучающихся в школах, и первоклассников. Затем у нас идет по количеству зима. Затем рядышком ненамного отстают Золаринский район, и вот уже в Хвостике, Зиминский. Как раз то, что касается благоустройства. Модернизации требует и сфера детского летнего отдыха. Как раз вице-спикер Заксобрания Ольга Носенко провела мониторинг оздоровительных лагерей. Давайте ее послушаем, на чем она сделала акцент. Детский оздоровительный лагерь и в них 86 тысяч детей отдохнуло. Это 690 площадок просто, это с невыездом, и 62 стационарных лагеря. И 86 тысяч детей, это, наверное, мало, потому что 340 тысяч учеников сегодня пошло у нас в школу. Из них 34 тысячи первоклассников. Предстоит новый учебный год, где, конечно, должны дети прийти с новыми силами. Конечно, это должна быть не областная, а федеральная программа с участием федерального финансирования, конечно, и софинансирования из областного бюджета. Кстати, Заларинский район в лидерах по участию в федеральной программе развития сельских территорий. Сейчас к сдаче готовят школу в селе Бажир Заларинского района, как раз о чем вы говорили. В конце сентября она распахнет двери перед учениками. Также во время рабочего визита в территорию смотрели ряд других значимых социальных объектов, и об этом подробнее расскажем в нашем сюжете. Давайте посмотрим. Совсем немного времени осталось до окончательного ввода в эксплуатацию Бажирской школы в Заларинском районе. Дети с нетерпением ждут, когда смогут перешагнуть порог учреждения. Новый корпус достраивают полностью, откроют его в конце месяца. Обучаться в двух блоках – старом и новом – смогут 500 детей. Примет школа и 60 воспитанников социально-реабилитационного центра. С кадровым составом проблем у нас нету, то есть укомплектованность 100%. Сейчас увеличиваем, приходят еще дефектолог, логопед дополнительный. К моим, которые есть, два психолога у меня работают. Учителя-предметники обеспечены на 100%. Ну, сейчас мы, как пилотная площадка, начиная с этого года, входим в агробизнес-образование. То есть сейчас будем разрабатывать интенсивную программу в сентябре после того, как школу ведем. В перспективе заниматься агробизнесом, что для сельской местности приоритета, а значит, школьники после учебы могут быть обеспечены практикой, а в последующем и рабочими местами. Земельный участок есть, территория позволяет, рассказывает директор школы, председателю законодательного собрания региона Александру Ведерникову. Он вместе с депутатом Ольгой Безродных посетил объект. Посмотрели, как здесь оборудовали стадион с беговыми дорожками и резинополом. Волейбольной, баскетбольной площадками, футбольным полем. Здесь спортивная ядра будет рядом. Спортзалы вот сюда выходят, фундамент сделан под них. Спортивную инфраструктуру предусмотрели и для второй Золоринской школы. Два спортзала, бассейн, большой стадион – всё это появится, когда подрядчики реализуют проект реконструкции здания. Большинство корпусов возводят с нуля, приступили к работе строители в апреле и к декабрю 2024 года должны сдать объект. А трибуна здесь не видно просто, что уже монтаж идёт там. Показывают депутатам ЗАГСобрания и ход работ на стройплощадке ФОКа в Золорях. Раньше сроков планируют закончить первый этап. Ввести в эксплуатацию стадион и спорткомплекс строительства ФОКа завершат в 2023 году. Средства на все объекты выделили по проекту развития сельских территорий. Александр Ведерников в свою очередь отметил, что Золоринский район – один из самых активных участников этой программы. Мадина Халикова, законодатель. В вашем избирательном округе какие федеральные программы реализуются? И участвует ли вы как раз в нацпроектах? Реализуется много программ. Во-первых, на нашей территории участники всех наших государственных программ областных. Это развитие культуры в Иркутской области, развитие образования и так далее. Если говорить о федеральных проектах, я бы тут выделила комплексное развитие сельских территорий. Потому что действительно Золоринский район – это безусловный лидер по реализации этого проекта. Вообще эта программа уникальна. Я когда с ней более глубоко погружалась и знакомилась, смотрела то, что пишут они разработчики, вообще какие идеи они в основу этой программы положили. Первая идея у них заключается в том, чтобы сделать жизнь на селе привлекательнее, комфортнее, уютнее, благоустроеннее. Не только для тех граждан, которые уже живут в сельской территории, но и для тех граждан, которые рассматривают такую возможность жить на селе. Они поехать ли мне в село? В том числе это касается работников бюджетной сферы. Те же медицинские работники. Вот ФАПы открываем, фельдшеров нет. Те же работники сферы образования, школы, проблема ПИД кадров, ее никто не отменял. Да и в сфере сельского хозяйства специалисты требуются. И, конечно, им нужно, чтобы они туда приехали, им нужно условия соответствующие создать. Следующая, наверное, идея заключалась в том, что эта программа, она сверхсуществующих программ. Вот у нас есть программа развития сельского хозяйства, развития образования, наши областные программы. Она сверх этих программ, она сверх бюджета, то есть она дает больше возможностей. И интересно, что исполнителями программ являются прямо несколько министерств. Это Минобор, это... В связке, да, в такой работе. Да, это Министерство дорожного хозяйства, Минстрои и так далее. Но главное, ответственно, это, конечно, Министерство сельского хозяйства. И третий момент очень важный, что эта программа учитывает пожелания жителей. То есть эта программа инициативного бюджетирования, я бы так и назвала, то есть идут от потребностей жителей, от того, что им надо в первую очередь. Но вот смотрите, Золоринский район — это просто нечто вообще невероятное. Я не устаю поражаться команде Владимира Васильевича Самойловича и ему самому, потому что вот только в 2021 году привлечь к себе 405 миллионов средств федерального бюджета, ну согласитесь, это вообще... Да, хорошая цифра, конечно, да. Просто круто. Отремонтировано капитально два садика. Это село Холмогой и Тагна. Школа — это Сулирудниковская гимназия, капитальный ремонт осуществлен. Три дома культуры вновь отстроили, открыли. Четыре многофункциональных спортивных площадки, приобретен транспорт для домов культуры, водопровод в селе Романенкино, да, чистая вода, то есть там столько всего. Мы в конце прошлого года, в начале этого, вот сбили со счетом, как же это называется, только линточки устали уже резать, правда. Но это настолько приятно. Стоит обращать внимание на развитие среднего профессионального образования. Необходимо создать профильную программу для этих целей. Студенческую поликлинику и общежитие СУЗов посетили депутаты. Какие выводы сделаны? На что обращает внимание парламентарий? Об этом еще один сюжет в нашей программе. Общежитие состоит из пяти этажей. Здесь проживают 420 студентов с 1 по 4 курс. Практически все комнаты для жилья заполнены. Ни одного свободного места в общежитии Иркутского педколледжа нет. Новое здание просто необходимо. Ведь, чтобы привлекать будущих учителей и воспитателей, важно создать комфортные условия. Только в Иркутске не хватает около тысячи преподавателей. Престиж профессии можно поднять при наличии соответствующей инфраструктуры. Депутаты законодательного собрания Галина Кудрявцева и Ирина Сенцова вместе с председателем парламента Александром Ведерниковым посмотрели ход ремонта, который здесь проводят поэтапно. Заменили систему электроснабжения, в прошлом году привели в порядок канализацию, вентиляцию и отопление. Как видите, стоит новое оборудование. Я очень рада, потому что в этом году мы 4 миллиона. Значит, нам были выделены... Извините, выделены были 4 миллиона на мебель и на новые печи и столы. У нас на каждом этаже находятся две комнаты для приготовления пищи. Поэтому, как видите, мы закупили микроволновые печи. А ещё сюрпризом для жильцов станут новые холодильники, которые установили в каждой комнате. Кстати, в рамках июньской корректировки бюджета по предложению депутатов заложили 33 миллиона рублей на капитальный ремонт. На эти средства в том числе отремонтируют фасад, на территории общежития установят новое уличное освещение, построят спортплощадку. Так, спортивную площадку увидели, что строится новая. Так что все на спорт. В плачевном состоянии здание студенческой поликлиники на Бурлова в учреждении, хоть и в аварийном состоянии, но его посещают более 19 тысяч студентов. Построить на этом участке новое здание невозможно из-за несоответствия площадей. Поэтому решают вопрос о капитальном ремонте. Мы всё контролируем каждый день, сколько, насколько идёт расхождение. Вопросы развития системы среднего профессионального образования стоят остро. Эту тему подняли на совещании. На сегодня местами в общежитиях обеспечены 90% студентов. Также в этом году в СУЗы на бюджет могут поступить без малого 12,5 тысяч человек. Нам надо стараться синхронизировать количество выпускающихся специалистов с потребностями регионального рынка труда. Для этого приведения в баланс важно строить и ремонтировать общежитие для студентов. Спикер областного парламента напомнил, что президент России сделал акцент на среднем профессиональном образовании и региональным властям уже сейчас необходимо формировать концепцию развития этого направления. Мадина Халикова, законодатель. Вот в сюжете шла речь как раз о студенческой поликлинике. Много есть вопросов по развитию медицины. Ваши коллеги как раз поднимают их на федеральном уровне. Стоит отметить, что о медицине недавно говорила и зампред законодательного собрания Лариса Егорова. Она участвовала в оси российской конференции «Как лечить российскую медицину». Одной и темой ее выступления стала тема сахарного диабета. Вице-спикер сообщила, что неинвазивные глюкометры для больных диабетом необходимо внести в перечень льготных медицинских изделий. Мы попросили прокомментировать Ларису Егорову ее предложение. Да, действительно, на территории Иркутской области проблема с неинвазивными глюкометрами решена. У нас были прекрасные лоббисты. Это председатель законодательного собрания ветерников Александр Викторович. Это комитет наш по здравоохранению под руководством Гайского Александра Юрьевича. И мы в этом году приняли это решение. И сегодня они входят в перечень необходимых медицинских изделий для наших ребятишек. Но мы не просто занимаемся работой на территории нашей области. Понятно, что деньги областные и бюджетные. Очень важно, в 2021 году, когда принимали в Государственную Думу бюджет нашей страны, то парламентарии говорили о том, чтобы выделили 8 миллиардов рублей, чтобы все наши дети могли иметь в перечне данные глюкометры. Нам просто надо в постановление правительства 2018 года, вот этот перечень, где медицинских изделий перечислен, просто туда его внести. Ну а если это будет принято на федеральном уровне, то у нас наши бюджетные деньги тоже высвободятся, и мы сможем их направить уже на какие-то другие, для нас тоже важные социальные вещи. Ольга Владимировна, мы очень много тем сегодня с вами затронули в программе, и ваши коллеги-депутаты тоже о многом высказались. И какие же планы у вас на Новый год? Потому что Новый год обычно у всех начинается с 1 января, у вас он начинается с 1 сентября, после парламентских, можно сказать, каникул. Хотя я знаю, что вы не отдыхаете, вы как раз в это время очень активно ездите по территориям. С 1 сентября у вас сейчас предстоит очень большая работа. Это и бюджет, и действительно рассмотрение очень многих программ, и законотворчество очень активное. Вот расскажите планы очень коротко, программа подходит к концу. Но нам интересно, над чем же будете работать? Ну, вы, в принципе, уже о планах и рассказали. Действительно, сейчас начинается очень жаркая пора, горячая пора. И мы уже в эту работу включены. Я говорю о формировании бюджета на 23-й год, плановый период, до 24-25-го годов. Стоит отметить, что в этом году впервые правительство Иркутской области включили нас в работу ведомственных проектных офисов. То есть уже на стадии формирования госпрограмм, а их формирование на плановые периоды предшествует уже принятию самого областного закона, мы оказались включены в эту работу, хотя хочется отметить, что надо было бы пораньше. То есть это надо начинать в марте или в апреле. Август — это поздновато, и время не очень удобное. И вот мы уже в части таких ведомственных проектных офисов участие приняли в их работе. И, конечно, вот те вызовы, о которых мы с вами говорили в самом начале, которые перед российской системой образования ставит время нам сегодня, они как раз все вот лягут, в том числе формирование каких-то сумм, которые должны быть заложены в бюджете. Формирование бюджета, безусловно, это основной момент. Продолжается у нас активно в работе быть в повестке на разных площадках законодательства собрания тема среднего профессионального образования. Я тоже, будучи на территории, была в Зиминском железнодорожном техникуме, тоже с этими проблемами столкнулись, тоже просят помогать, включаться, решать их. Ну, в общем-то, работа, как обычно, вести приемы избирателей, выезжать на территории, потому что не выезжая на территории, не побывав на земле, не посмотрев, не пощупав, не увидев все это глазами, не поговорив с людьми, невозможно вот так глубоко выникнуть в ту проблему, которая требует решения. Поэтому, кавазус учили, работаем дальше. Вам удачи, успехов в этой работе, потому что от этого зависит жизнь нас всех. И до новых встреч, приходите в гости, рассказывайте об успехах, о том, что получилось и что же хотят люди, и что удается для них сделать. Спасибо, приглашайте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова